Друзья, привет! Меня зовут Виталий. Вы находитесь на канале Нива 07 Оренбург. Вы еще думаете сделать прививку от COVID-19, спутник ВИ? Вот мы сегодня с сыном решили сделать прививку. Позвонили, записались. Это не реклама, не переключайся, сразу говорю. 122. С городского или сотого? Набираем, слушайте. Вот 122. Здравствуйте! Вы позвонили в единый колл-центр по вопросам поддержки населения Оренбургской области по коронавирусу. Обращаем ваше внимание, что оставаясь на линии и продолжая разговор, вы даете согласие на обработку персональных данных. Ну и тому далее оператор с вами общается и записывает вас сделать прививку. Я записался, себя и сына. Сын у меня старший, ребенок инвалид, самостоятельно не ходит. Буквально через 3 часа, находясь в городе, мне позвонили с поликлиники. Слушайте, вы можете в течение часа подъехать к нам на прививку? Ну, я-то могу. Сын у меня ребенок инвалид, он не ходит. А, к сожалению, там просто я смотрю и есть какие-то виталищи. Ну давайте, значит, вы подходите и в течение часа сможете? Ну, нет. Итак, с поликлиникой договорились, что я приезжаю один, без сына. Выездов для детей инвалидов, чтобы сделать прививку, тоже нету. Ну, там, как я понял, свойства самой вакцины, то, что перевозить ее, наверное, в определенных условиях надо. Поэтому я его не взял. Это даже хорошо, что я его не взял в поликлинику. Приехал я в поликлинику. Как мне было сказано, в 307 кабинет все поднялся, постучался, здрасте, здрасте. Говорю, вот мне звонили. Сидит там женщина. Типа, врачи у нас на выезде, идите там в другой кабинет, там, в 106-й. Думаю, ладно, иду вниз, спускаюсь на первый этаж. Там, где 106-й, где там прививочные, там огороженно сидит, ну, медсестра, врач, не знаю. Говорю, здрасте, здрасте. Вот так и так. Здесь нет, идите в сток, там, в 20-й какой-то. Пошел в 120-й, искал, искал, не могу. Подошел, где общая стойка, где всех пациентов. Народ стоит, сидит один медсестра, или как там правильно, не знаю. Говорю, скажите, пожалуйста, вот прививку сделать. Идите туда, в актовый зал. Пошел в актовый зал. Ходил, ходил, меня уже начало трясти, понимаете, что вот. Самое главное, позвонили, сказали, что это быстро, очереди нету, вас записали, проблем нету. Возвращаюсь назад и смотрю, женщина с мужчиной, ну, уже бабушка с дедушкой, тоже им позвонили, приехали, разделись. И слышу о них, типа, в 307-й, говорю, а что? Они говорят, вот, позвонили, нам сказали. Я говорю, вы стоите здесь, потому что там я был, все, говорю, это фигня какая-то. Я говорю, здесь уже полчаса бегают туда, сюда не могу найти. Но они мне не поверили, пошли со мной. Захожу в 307-й, уже на эмоциях, говорю, я вот был там, был там, сказали, иди туда, не знаю куда. Говорю, пошлите вместе. Ну, типа, что я вас буду тут, врачей нету, ждите. Я говорю, а что ждать-то, говорю, я, говорю, потратил свое время. Ну, чуть ли не силком беру врача, и мы вот с этими, с бабушкой, с дедушкой спускаемся в 106-й. С 106-й спустились, они как так, пошлите в другой кабинет. Пошли мы, то есть, сейчас не буду врать, там, на первом этаже, короче, в конце пришли, там очередь сидит. Вот же, видите, типа того, принимают. Я говорю, до этого спрашиваю, у одной медсестры, у другой медсестры. Никто ничего не знает, ни табличек, ничего куда идти. Ну, ладно, успокоились, все нормально. Там анкеты, бумажки, вот. Ну, тут просто мои данные, я вам не буду показывать. То есть, бумагу заполнил, сейчас вот так вот. Вот, зашел к терапевту, вот, смотрите, терапевт меня осмотрел. 0,8-е, 0,2-е, вот, 21. Жалоб нет, аллергические реакции нету. Состояние удовлетворить, температура 36-6. Кожа чистая, носовое дыхание свободное, зев спокоен, в легких дыханиях. Что тут, визикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные, туда-сюда, живот мягкий. Это вот, знаете, как на расстоянии сидим. У нас врачи стали экстрасенсы. То есть, она на меня посмотрела и все решила. Выдает мне терапевт осмотр перед прививкой. Вот, фамилию свою просто убрал. Думаю, ну, слава тебе боку. Идите, говорит, опять назад на третий этаж. Тьфер ты. Пошел на третий этаж, поднимаюсь. Там человек пять сидит. Ну, сидим спокойно, еще жене позвонил. Говорю, ну, все, говорю, наконец-то, говорю. Не прошло, говорю, и часа. Сейчас, говорю, мне уходят. Стоял еще, подходил, врач пришел, но в халате. Видно, знакомые пришли там, пообнимались. И она их завела. Ну, и все. Ну, и ты как бы не предал. Это я уже потом. Все у меня выяснилось. Они выходят, слышу, говорят, все, прививать больше никого не будем, прививок нет. Я, как так, говорю. Я, говорю, здесь уже целый час, говорю, нахожусь. Я, говорю, прошел все ваши, говорю, то, что положено. Сделать. Потратил свое время. Вот. А дальше вы посмотрите видео. А зачем звонили? Зачем я? Я вот обязательно ролик выложу этот. Мне позвонили сегодня. Разговоры у меня записаны с поликлиники. Приезжайте. Я приехал в течение 10 минут. Пока нашел, куда зайти. Сказали в 307-й. В 307-го пошел в 106-й. Прошел всех врачей. А теперь говорят, иди домой. Вакцины, говорит, нет. То есть мы поехали домой, да? Заведующую можно как-то найти, позвать. Там ее нет. Вот вы звонили, вакцины нет. Вот эта вот девушка. Вот эта вот девушка лично звонила мне. Вы что, я там позвонила? Вот я все прошел. Давайте вот рассказывайте. Ролик, говорю, выложу обязательно. Поликлиника 5. Подошла девушка в белом халате и завела. Вот люди стоят, тоже пришли, попроверили. Заведующую можно как-то позвать, решить вопрос? У меня, естественно, уже накипело. Пошел я искать заведующей поликлиникой. Спустился, далее видео будет. Естественно, ее нету. Заведующий поликлиник, конечно, умный человек. Зачем сидеть и слушать всех недовольных, так сказать, холопов, да? Которые ходят и жалуются постоянно. Подошел, дверь подергал, все закрыто. С этими девчатами, которые со 106 кабинета, которая лично мне звонила, подошел. Начали они решать, что да как. Ну, конечно, извинились. Вот. Но дело не в этом. Вы поймите, что приходят пенсионеры, вот как за мной стояли. Муж же с женой. На улице у нас сейчас морозы по 25. Вот вы представьте, вот я своего сына, ребенка-инвалида. 20 лет моему сыну. Он не ходит у меня самостоятельно. Я должен был его посадить в машину. Да, ну ладно, в такси. Довезти его. Во-первых, на коляске, на центральный вход. Там не въедешь. Надо объехать во двор и там заезжать. Просто тоже у меня практика была по этому вопросу. Раздеть его. Поднять, как мне сказали, в 307 кабинет. Да, я бы его поднял. А там бы нас послали на первый этаж. А на первом этаже нас послали бы на второй этаж. И в конце концов нас бы осмотрели. А у кого дети-инвалиды есть, они меня поймут, что это очень большой труд. Человека раздеть, поднять, помыть и прочее. И в конце концов сказали бы, что извините, езжайте домой. Вот в этом вся печаль. Если вы не можете там как-то друг с другом договориться, кто кого принимает, зачем вы звоните, зачем вы приглашаете, зачем вы торопитесь. Ничего этого бы не было, понимаете. Я просто потратил примерно 2 часа в вашей поликлинике. И результат ноль. Просто ноль результат. Вот это такое отношение. Да, вроде государство все это придумало нормально. Вроде бы все прикольно. Да, там прививаться надо. Я сам очень долго думал, прививаться, не прививаться. Но вроде решили. Опять какие-то сложности. Понимаете, это вот мой случай. То, что я еще как-то могу рассказать. Но большее количество людей ничего сделать не могут. Я сам ходил в одну дверь, в другую дверь. Найти там поликлиники, там этого, не знаю, там главврача какого-то. Никого ты там не найдешь. Вообще никого. А медсестры что? Да ну, там, там. Все. Разбежали все по домам. И все. Вот у меня так и получилось, понимаете. Поэтому мне накипело. Вот эту ситуацию я вам рассказываю. Поэтому прежде чем туда идти, уточните. Точно ли вас там примут? Точно будет там вакцина или не будет вакцина? Вот эти нюансы. Кто соберется, уточняйте. На этом ролик буду заканчивать. Просто накипело. Эмоции. Вот. Поймите меня правильно. Никого не хочу обидеть. Рассказал. Мне стало легче. Вот. Ну и вы, как говорится, думайте. Своим, если там, бабушкам. Родителям. Вот. А так, да. Номер 122. Звоните. Вас там записывают по месту жительства. Вот. А с вами, видите, поликлиники передают. А поликлиника уже вас приглашает. Так самое интересное. Я пришел домой. Позвонил на этот номер 122. Начал разговаривать с людьми, которые меня записывали. Рассказал всю эту ситуацию им. Они говорят, давайте посмотрим. Они посмотрели. Да. Звонок был. Говорит, вам звонили. То есть, они все видят. Поликлиника звонила, не звонила. Ну, говорит, звонили только вам, а не сыну. Я говорю, у сына нет номера телефона. Там записан мой номер телефона. Поэтому, говорю, ему никак не могли записывать. Ну, говорит, у вас отмечено, что вы не прибыли на вакцинацию. Классно? Классно. То есть, у них нету. Сами обосрались. А на компьютере поставили, что я не прибыл на вакцинацию. Типа, я дурак. То есть, я там пробыл, и я дурак. Все. Пока. Не будьте дураками, как говорится. Давайте умнеть будем вместе, чтобы были сильнее. Но медицина у нас, ну, вот как я вижу на данный момент, на своем примере, ну, пока все сложно. Пока все сложно. Все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Нива 007 Оренбург. Вот. Счастья вам. Самое главное, не болейте. Будьте здоровы. Делитесь этим видео с друзьями. Все, пока. Вот здесь, как обычно, будет закрыто. Пошлите дальше. Пришел в 106 кабинет. Здесь решаем вопрос, когда и что. Заведующего никто его вызвать не может. Спасибо.